В эфире телеканала Видное ТВ новости Ленинского городского округа. Здравствуйте! В студии Наталья Буслаева и в начале выпуска коротко об основных событиях. Тепло под контролем. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров проверил работу котельных. Для нас принципиально важно, чтобы теплооснабжение нашего города осуществлялось качественно и бесперебойно. В музее-заповеднике Горки Ленинский открылась выставка «Наш Парфенон». Абсолютный эксклюзив – это автограф. В храме Рождества Христова, села Беседы, состоялся фестиваль колядок. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа проверил работу котельных. Станислав Катаров в ходе рабочей поездки лично убедился в исправности оборудования и готовности персонала к чрезвычайным ситуациям. В зимний период особое внимание властей уделено котельным. Тепло должно поступать в квартиры и дома без перебоев. Чтобы убедиться в исправности оборудования и грамотной работе персонала, временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа, Станислав Катаров посетил несколько теплостанций муниципалитета. Для нас принципиально важно, чтобы теплоснабжение нашего города осуществлялось качественно и бесперебойно. На сегодняшний день, за время новогодних праздников, во время сильных морозов, не было допущено ни одного отключения простоя. Все работает в графике. Вот сейчас те котельные, которые мы посмотрели, две, они тоже работают по тому температурному графику, который задан, без отклонений, все в порядке. Первой точкой стала котельная села Молоково, обслуживающая 27 многоквартирных домов и 7 социальных объектов. Несмотря на то, что сооружение построено в 1976 году, находится оно в исправном состоянии и функционирует в штатном режиме. Далее Станислав Катаров пообщался с сотрудниками котельной, расположенной на Радужной улице. Современная станция снабжает теплом новые микрорайоны города Видное. В период минус 25 температуры были в эти праздники, мы выдавали 126 градусов. Понятно. То есть, получается, 130 – это максималка, да, или как? Теоретически мы можем... Ну, то есть, я просто к чему? Не дай бог минус 40, такое же бывает? Ну, котлы вообще могут до 150 градусов, заводские их параметры. Следующей точкой проверки стала центральная котельная города Видное. Мощность котельной 240 гигкалорий в час. Это на старую застройку и на новую. Котельная у нас из четырех котлов по 60 гигкалорий в час. Значит, они автоматизированы, с постоянным присутствием персонала, с операторами. В целом по городу еще есть 37 центральных тепловых пунктов, которые снабжают, ну, микрорайон, а один центральный тепловой пункт снабжает несколько домов теплом и горячей водой. Отсюда выходит только теплоноситель, который нагревает уже на ЦТП систему отопления и горячее водоснабжение. По итогам осмотра, временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров предложил для более пристального контроля создать единую систему управления всех котельных муниципального образования. Необходимо диспетчеризировать все котельные в муниципальном образовании. И, конечно же, не только котельные, но и ЦТП, и детские сады, и школы, и другие объекты, которые входят в нашу зону компетенций. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ. Временно исполняющий полномочия главы Ленинского городского округа Станислав Катаров навестил семью мобилизованного, вручил памятные подарки и помог в решении насущных вопросов. Сергей и Елена Перепелица состоят в браке 13 лет. Они вырастили троих сыновей – Степана, Гордея и Ефима. Воспитание и активное участие в жизни детей Сергей считает своим долгом. Но сейчас он отдает долг Родине в зоне СВО. Награжден двумя государственными наградами – Орден Мужества и Медаль за отвагу. Я так подшучивала над ним, я говорю, ты прям оденешься, прям Жуков. Он считал, что достаточно просто одеть одну государственную награду, и тогда уже все понятно. Во время службы Сергея в зоне СВО его семье оказывает поддержку администрация Ленинского городского округа. Временно исполняющий полномочия главы Станислав Катаров навестил семью мобилизованного и вручил памятные подарки. Давайте бабушке подарим вот это, а бабушка расскажет, кому чего. Дух патриотизма в Сергее пробудил его дедушка Василий Перепелица – ветеран Великой Отечественной войны. Его наградной список полон орденов и медалей, одна из которых – за взятие Берлина. Он оставил военный дневник, тем самым увековечив свой подвиг для родных. Это вот он вел в течение войны какие-то там скровенные свои мысли. Это он пишет, допустим, это вот уже когда они в Германии были, когда уже Берлин взяли. За время отсутствия супруга у семьи возникли трудности. Руководство муниципалитета пообещало решить накопившиеся проблемы. Наверное, на лето можно как-то организовать путевки в лагерь, потому что мама не работает. Администрация Ленинского городского округа продолжит оказывать поддержку семьям мобилизованных. Инга Янчук, Гульнара Балаева, Видное ТВ. В музее-заповеднике Горки Ленинские открылась выставка «Наш Парфенон». Она посвящена архитектору здания научно-культурного центра музея имени Ленина Леониду Павлову. Здесь представлены редкие фотографии и документы, а также альтернативные проекты мемориального музея. Познакомился с экспозицией и наш корреспондент Максим Козлов. Каждого посетителя музея-заповедника Горки Ленинские сразу за главным входом встречает величественное здание научно-культурного центра. Причем воображение поражает не только экстерьер, но и внутреннее убранство комплекса. О выставке, посвященной истории создания архитектурного проекта сооружения, нам рассказал советник директора по научной работе, ученый-секретарь музея-заповедника Горки Ленинские Борис Власов. Первая идея была достаточно проста. Рассказать о здании, в котором мы с вами находимся, где находится экспозиция музея Ленина. Но в процессе этой работы стали внезапно появляться смыслы, которые изначально, может быть, мы не видели и не закладывали. Стали появляться участники данного процесса, которых поначалу мы тоже не планировали привлекать. И все это позволило нам создать пусть камерный, но довольно интересный проект. Основная часть экспозиции посвящена автору проекта здания научно-культурного центра, архитектору Леониду Павлову, его поискам формы и даже цвета будущего строения. Первоначальный проект Павлова, он проектировал музей Ленина на Волхунке в 70-м году. А если дальше вы посмотрите на макет нашего здания, вы обнаружите огромное количество совпадающих деталей. Это вот такой Павлов переработал свой проект для горок Ленинских. И, кстати, не менее интересен вот здесь рисунок. Первоначальный проект Павлова предполагал, что кубы нашего музея будут красными. То есть они будут не в белом мраморе, как сейчас, а вот предполагалось именно такое цветовое решение. В работе над экспозицией авторов ждало немало открытий. Прежде всего в том, чем вдохновлялся архитектор в работе над зданием центра. И каково было наше удивление, когда среди документов Павлова мы, во-первых, обнаружили чертежи киоска Трояна. Это храм римской эпохи на острове Филе в Египте, который рассматривал Павлов. А среди документов, которые мы изучали, мы нашли замечание одного из архитекторов, одного из создателей выставки достижений народного хозяйства, Рудольфа Кликса, который, увидев Павловский проект, сказал, «Господи, да это же египетский храм, только вы помещаете его среди наших снегов». Большую помощь в работе над экспозицией оказала семья архитектора Николая Сукаяна, который работал над альтернативным проектом здания. «На стене вы можете видеть конкурсные проекты Николая Сукаяна. Это вообще эксклюзив. Эти проекты не публиковались. Сукаян является главным архитектором новой Третьяковки на Крымском Ваву. Вот если посмотреть на эти проекты, я думаю, что такой внимательный зритель может найти очень много совпадающих деталей». Всего же в 1968 году над проектом здания музея имени Ленина работало 12 творческих групп, но предпочтение отдали именно проекту, созданному под руководством Леонида Павлова. «Академик Павлов, Леонид Павлов, ну, наверное, это последний великий архитектор Советского Союза. Именно так он назвал это здание. Он сказал, в конце жизни я создал Парфенон». Отсюда появилось и название выставки «Наш Парфенон», что является отсылкой к названию главного храма древних Афин. Есть на выставке и личные вещи Леонида Павлова. «Абсолютный эксклюзив – это автограф самого Павлова, написанный фломастером и данный Исааку Бродскому. Скульптуру Исааку Бродскому Павлов пишет на одном из приглашений на художной выставке. А Исаак Бродский – это автор центральной скульптуры Ленина, который вот украшает главный цилиндр музея Ленина». Концептуально здание научно-культурного центра – это соединенные друг с другом 10 одинаковых кубов. И даже в этом был особый и довольно неожиданный смысл. Когда вот уже было построено здание и открыт музей, а это, я напомню, было в 1987 году, к следующей годовщине дня рождения Ленина в 1988 году, 21 апреля, Павлов публикует в профессиональном журнале большую статью, где раскрывает ряд, ну, скажем так, архитектурных секретов и совершенно откровенно говорит, что в основу числовых решений этого здания было заложено формула 6 на 6 на 6 сожжений, которая зашита в храмах Владимирской земли. Вот к таким тайнам теперь имеют возможность прикоснуться посетители научно-культурного центра музея имени Ленина. Максим Козлов, Кирилл Иванов, Гульнар Балаева. Видное ТВ. В храме Рождества Христова села Беседы состоялся фестиваль калядок. Его провозят уже в четвертый раз. В этом году концерт приурочен к 425-й годовщине основания храма. Более подробно расскажет наш корреспондент Юлия Стаферова. Калядки – особые обрядовые песни, которые исполняют в период от Рождества Христова до Крещения Господня. Калядование – старинная народная традиция, которая особенно была распространена в деревнях и селах. Для того, чтобы не забывать традиции наших предков, реген Христо-Рождественского храма Дарья Бриллинг организовала в нем фестиваль хоров, святочных песнопений. Четыре года назад у нас был здесь клуб молодежный. Я была руководителем этого клуба. И в один прекрасный момент мы с девчонками ехали с очередной нашей поездки в машине. И играла калядка. А я выросла при монастыре, где в монастыре постоянно были калядки, куда приезжали тоже хоры. Я начала девчонкам рассказывать, как это все у нас красиво было. И в шутку говорю, давайте мы у нас тоже сделаем. Ну, конечно, все посмеялись. А потом я думаю, ну, может, мы просто посмеялись. Пошла к батюшке-настоятелю, говорю, давайте сделаем что-то похожее. С каждым годом в мероприятии принимают участие все больше коллективов. В этот раз приехали 14 групп, которые состоят не только из взрослых, но и из детей. Они исполнили более 40 произведений, посвященных светлому празднику. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Стараемся даже далеко от дома, от страны, сохранять традиции, культуру и обычаи вавдавского народа. Желание разделить радость праздника Рождества Христова объединило всех собравшихся в Бесединском храме, подарив добрые и светлые чувства как исполнителям, так и прихожанам. Юлия Стаферова, Сергей Ларин, Ольга Садовская, ГИДНОЕ ТВ. И это вся информация на сегодня. В студии была Наталья Буслаева. Я и мои коллеги желаем вам только хороших новостей. Всего доброго и до свидания. Редактор субтитров А.Семкин